Мне котлеты по-кисски. А ты что будешь, Фрося? А мне только чаю, стаканов шесть. Мы с мамой всегда после баня чай пьем с малинешным вареньем. Или хоть пять. Шоу вежливых людей. Ну что же, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 17.09 показывает наши радиные часы. Это значит, что самое время начать шоу вежливых людей на радио Няк Псков. У микрофона я, Рубин Александр. И я, Ирина Медведкина. Да, друзья, сегодня у нас будет эфир. Вот мы еще не определились, то ли он будет сладкий, то ли он будет сытный. Он точно будет вкусный. Но он точно будет вкусный, потому что речь сегодня у нас пойдет про пироги, потому что пироги можно назвать одним из самых таких наиболее популярных блюд. И пироги, несмотря на наличие фастфудов, роллов и пиццы, все равно... Пицца пытается вытеснить очень сильно. И сзади там роллы катятся. Но наш исходно-пасходный пирог уверенно стоит на ногах и готов дать бой, друзья. Так вот, сегодня мы поговорим с вами про пироги, раскроем, может быть, какие-то секреты, докажем, что или наоборот, не докажем, можно ли купить в магазине настоящий домашний пирог, на что обратить внимание при выборе пирога обязательно, и вообще, как открыть свою пекарню с нуля или практически с нуля. Естественно, не только мы с Ириной будем разбираться в этих вопросах, уже спешим представить вам нашего гостя в студии. Это владелец настоящей пекарни, город Псков, Денис Гаврилов. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Как раз-таки сейчас и разберемся, почему настоящая... Почему настоящая пекарня, да. Так, друзья, также хочется вам сказать о том, что вас голодными мы тоже не оставим, и не только накормим вас информацией о пирогах, но и непосредственно самими пирогами тоже накормим, потому что... Обязательно. Обязательно. Вкусным. Да, разыграем мы сегодня пирог от настоящей пекарни, и вопрос будет предельно простой. Вот подскажите, пожалуйста, когда, точнее, какой самый популярный запрос в Гугле по поводу пирогов? С какой начинкой чаще всего люди обращаются к Гуглу и спрашивают рецепт этого пирога? Когда хотят, да, пирог. Когда хотят пирог. В общем, 62-80-30, звоните, дозвонитесь, и тогда, если вы дадите правильный твит, пирог окажется, возможно, ваш. Ну, а прямо сейчас, Денис, хотелось бы уже начать допрашивать пристально именно вас. Вообще, давайте поговорим про настоящую пекарню. Что это такое? Расскажите подробнее вот про вашу пекарню. Ну, добрый вечер еще раз. По пекарням. Настоящая пекарня, откуда она появилась и как мы решили это все сделать, мы начали заниматься вопросом с женой. То есть, она у меня такой домашний кондитер, она работала в банке, и параллельно с банком она стала заниматься в декрете кондитерской сферы, то есть, она стала производить торты, пряники и так далее. Она сама училась на мастер-классы. На мастер-классы ездила. Денис, можно на этом моменте, мы сейчас нажмем кнопочку паузы, обязательно продолжим путь становления, но сейчас, как я понимаю, самые оголодавшие наши радиослушатели звонят нам. Алло, здравствуйте, представьтесь. Алло. Алло, мы вас слушаем. Алло, алло. Да, как вас зовут? Меня зовут Оля. Ольга, очень приятно. Ну, как вы думаете, какие же пироги чаще всего... Я думаю, наши скобки, яблочки, все не знают, куда их поместить, поэтому начинка яблоки. Яблоки, да? Да. Так, Ольга, а... Однозначно. Да. А сами-то вы знаете рецепт яблочного пирога? Ой, самый любимый, ну, как обычно, это шарлотка. Шарлотка. И плюс там несколько способов. Там избить сначала белки в тугую пену, потом их поместить в тесто, значит, чисто потом классическое... Слушайте, Ольга, вы знаете, я понимаю, что вот вы сейчас выиграли пирог на радио, но он вам и не нужен. Да, для чего, если вы можете домой прийти и сами приготовить вкуснейший пирог? Мне некогда девочке мачить, мне некогда. Я с удовольствием говорю, ну, вот я очень люблю выпечку, но самой, и у меня очень, ну, так сказать, печечка моя не позволяет. То есть вы, как я понимаю, такой пекар-теоретик, да? Больше. Только не считаю о том, чтобы у меня вот это все пекло. Ну, мечты сбываются вместе с настоящей пекарней из города Пскова, вам действительно достается яблочный пирог от настоящей пекарни, вот с этим поздравляем. Но на этом наше с вами общение не заканчивается, мы попросим вас за эфиром оставить свой номер телефона, чтобы мы связались и рассказали все-таки, как вы его получите. Ну, а вам мы хотим пожелать, наверное, хорошего дня и с наступающим приятным аппетитом. Спасибо. Всех псковичей тоже. С такой погодой, мягким снегом, небольшим морозом и, конечно, вкусной едой, выпечкой. С запахами зимней вот этой вот зыбки, кебабу, с сильными пирогами. И вообще вам спасибо большое. Обалдеть. Такое ощущение, что мы сейчас прямо в пекарне находимся. Я обязательно хочу даже увидеть, где эта пекарня. Вот слышала. А вот, кстати, да. Денис, расскажите, где она находится, пока Ольга у нас на связи. Ольга, добрый вечер. Смотрите, пекарня находится у нас. Яна Фабрица, дом 4. Там, видите, большая вывеска. Настоящая пекарня. Это основная точка. И также у нас есть для жителей Иричского проспекта. Это Иричский 26 в торговом центре «Декстер». При фикс-прайсе у нас вторая точка находится. Слушайте, я... Ну, ближе, конечно, к Янушке я здесь. Ну, вот видите, прям звезды сошлись. Да, все карты сложились. Ольга, мы уверены, что у вас сегодня будет тоже. Значит, спасибо большое, Ольга. До свидания. Свою номер с эфирчиком оставьте. Спасибо вам. Спасибо вам. Кстати, добавлю, между прочим, у нашего прекрасного поэта Александра Сергеевича Пушкина был любимый пирог. И не поверите, он тоже был яблочный. Только он готовил, когда его готовили для Александра Сергеевича, его еще вот заливали сметанно-сливочной такой вот заливочкой. Ирина, а откуда информация? Ну, по роду словно. Я сколько Пушкина и читал, как бы не натыкался. Между прочим, у меня есть дома ксерокопия из поваренной книги Пушкина и Ганнибалов. И там описывается рецепт этого пирога. И, между прочим, а если кто-то из радиослушателей хочет приготовить его, то может зайти к нам на сайт, набрать... Да? Да, яблочный пирог Александра Сергеевича Пушкина. Действительно, яблочный пирог самый распространен. В этом мы убедились. И еще раз поздравляем Ольгу с тем, что она сможет попробовать настоящий яблочный пирог от настоящей пекарни. Вы тоже это можете делать. Но пока, Денис, вернемся все-таки к диалогу. Значит, насколько мы поняли, жена зовут ее Мария. Мария. Мария, да. И Мария, значит, работает в банке, приходя по вечерам домой. Нет-нет, да? Те, кто-то настаивала. Нет, я так поняла, что Мария была уже в декретном отпуске, правильно? Она в декретном отпуске была, да, и стала этим увлекаться и заниматься. Свободные минутки от малыша, она решила заняться. Собственно, она ездила на мастер-классы, и мы, ну, со временем она этим очень увлеклась, и, соответственно, мы решили что-то сделать для себя, ну, и что-то свое открыть. То есть, скажем так, мы не остановились конкретно на кондитерской тематике, потому что это такая сугубо специфическая сфера. То есть, ее надо как дополнительно что-то приоткрывать, скажем так, да, тяжело раскручиваемая, ну, такая тяжелая сфера. Мы решили уйти в масс-сегмент, то есть, искали долго, выбирали долго, мы выбирали франшизу. Но сами мы решили, что мы не сможем это открыть без помощи, потому что мы, к сожалению, не такие опытные предприниматели, как хотелось бы. То есть, вы любите пироги, но не совсем владеете информацией, как это все смотрится. Да, можно и так выносить. То есть, нам, почему мы выбрали настоящий пекарен, потому что это достаточно, ну, скажем так, опытная сеть, а у них более, я думаю, уже в районе 200 пекарен открыто. Это не только по России, это и ближайший Казахстан, еще некоторые субъекты, сейчас, честно, не помню, не буду врать. Ну, мы поняли, что нам повезло, что теперь это настоящая пекарня есть в Пскове. Совершенно верно. А так, сеть это из Удмуртии идет, то есть, у них свои рецепты, и мы как бы работаем по их сегментации. У нас есть колорит удмуртский? Колорит у нас присутствует, у нас есть пироги заказные на данный момент остались, это под заказ мы делаем это Элеши, это бездрожжевое тесто, начинка идет курица, картошка, лучок, ну, и определенные там еще добавки, скажем так. Так а чем от псковских отличается? Мы делаем, по их рецептам, мы делаем сами все тесто, то есть, у нас утром, каждую ночь, утро приходит пекарь, и она начинает с того, что она полностью сама делает тесто, то есть, мы не покупаем тесто нигде, мы его сами полностью готовим по определенным рецептурам. Да, от и до. И каждое утро у нас постоянно свежая выпечка по своим уникальным рецептам. А, Денис, прекрасно, но все-таки, вот, открывая пекарню, да, хоть и по франшизе, да, когда там тебе все разложат от А до Я, все равно какие-то риски были, сердце учащенно билось, потому что в этом, ну, бизнесе, назовем его так, да, у вас опыта не было, да, еще и получаешь. Много ли шишек на биве, я вот так спрошу? Достаточно, я скажу так, тяжелый очень бизнес для, если кто-то пытается открыть его, так, первый бизнес свой, то... То есть, как вы? Как мы, да. Так. То рекомендуем, скажем так, подзадуматься над этим вопросом, то есть, все взвесить за и против, потому что нынче рынок, он такой достаточно сплоченный, и, скажем так, тяжело в него вливаться, в данный момент уже стало, да, и тяжело заводить. Воспоевывать рынок, ну, то есть, такая сфера тяжелая. Когда вы планировали открыться, в любом случае как-то обращали внимание на конкурентов, смотрели, что они делают, и когда по городу идешь, там одна пекарня, вторая, третья, и не... Названия там уже и не запомнить, какие только... И не было ли такого ощущения, что, ну, и куда мы еще сюда тоже в эту же воду полезем, вот, и, может быть, говорили там Маша или Денис, ну, давай, что мы другое подумаем. Вот здесь анализировали конкурентов. Здесь нам в этом очень помогала франшиза, то есть, мы, поскольку сами неопытные, да, мы смотрели конкурентов, само собой, я их всех анализировал, псковских, да, кто здесь есть на рынке представлен, и почему мы сюда как бы... Как сказать, мы в этот бизнес решили пойти в 2019 году, то есть, в 2019 году мы стали задумываться о том, чтобы нам такого, ну, для себя, скажем так, придумать и сладкого, и сытного, и вкусного, и чтобы это было нам приятно и полезно, скажем так, да. Но мы долго очень выбирали точку открытия, то есть, у нас в городе все основные, как вы сказали, точки, они уже заняты, то есть, пекарен достаточно у нас, плюс у нас есть, скажем так, калькурирующая сеть, которая развивается очень хорошо по городу. В данный момент, не будем их называть, да? Конечно. Да, мы поняли. Вот, ну, мы со всеми, скажем так, мы со всеми дружны, мы ни с кем не ссоримся и так далее, не ругаемся. Но у каждого свой клиент, свой сегмент. Да, совершенно верно. И, получается, мы очень долго подбирали, мы с франшизой постоянно общались на эту тему, где нам, куда нам, постоянно проводили подсчеты, они нам проводили подсчеты, и в итоге вот мы все-таки остановились, наверное, на фаблице 4, ну, и там, собственно, открылись в первой точке. А первая точка, вот когда открылись, франшиза все рассказала, дальше стоит вопрос, а кто же будет непосредственно месить тесто и закладывать начинку, да? И здесь встает, конечно же, вопрос о персонале, потому что, ну, пироги такая вещь, если они сделаны с душой, как говорится, то и по вкусу другие. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому как проходил тщательный отбор пекарей? Проходил достаточно тщательно у нас, наверное, к сожалению, да, по определенным техническим причинам мы открывались очень долго, я так выражусь, то есть мы с февраля выбрали точку, открылись мы только в конце июля, то есть, ну, прям точку, да, то я помню, 30 июля это было. Вот, и, собственно, у нас за момент, когда мы начали набирать персонал для открытия, у нас прошло, так скажем, много людей, которые пробовались к нам. И, собственно, тяжело было выбирать, но мы выбрали, у нас персонал набран был в тот момент определенный, сейчас, скажем, текучесть бывает, но сейчас то же самое, пекаря опытные, все, ну, всеми довольны. Так, а насколько я понимаю, у нас есть еще один звоночек в студию, давайте посмотрим, с чем к нам пожаловал наш радиослушатель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Дмитрий, пожалуйста, приятно. Дмитрий, Дмитрий, сколько лет, а сколько зим, как говорится, ну, с чем пожаловали, рассказывайте. Нет, у меня вопрос будет Дениса, а розыгрыша больше не будет? Дмитрий, вы знаете, вот, к сожалению, розыгрыш у нас был в начале эфира, вот, и уже мы пристроили вкуснейший яблочный пирог. Давайте так, Дмитрий, вы оставьте свои контактные данные, мы после эфира с вами пообщаемся на эту тему, посмотрим, что мы можем придумать. Вы, Денис, вы интригуете. Дмитрий, вы с такими звонками интригуете не меньше, я вам хочу сказать, вот. Ну, я сразу вопрос в лоб задаю. Правильно, чтобы не тратить эфирное время, но и не будем его тратить, Дмитрий, да. Оставляйте номер телефона, как попросил Денис, с вами свяжемся. Спасибо. Да, вот, Дмитрий, смотрите, тоже пока вы так вкусно рассказывали, немножечко проголодался. Кто в чем специалист? Кто в чем, да, 62-80-30, друзья, если вы такие же нахрапистые, как Дмитрий, то не стесняйтесь, звоните. А вот, кстати, и на WhatsApp нам тоже пришла смс, а еще розыгрыши пирогов будут. Вот, я думаю, что по почерку, печаткам узнаю, что это писал Дмитрий. Да. Так вот, остановились мы все-таки на персонале, да. Текучка, понятно, текучка сейчас есть, особенно, что касается и в целом поварских профессий, как смотришь рынок вакансий, требуется повар, требуется пекарь. Ну, в принципе, в городе найти все новых, новых, новых. Да. Пекарей это сложно. Денис, вот подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю психологию человека, который работает пекарем, он работает на одном месте и краем глаза все время смотрит на другое, думая, что там лучше, на соседнюю пекарню, которая может быть через дорогу, и вот они вот так вот скакят с пекарни в пекарню. Есть такое или нет? Не совсем так, если, скажем так, условия труда на твоем месте, где ты работаешь, и они тебя устраивают полностью, то ты не смотришь направо, налево, куда-то пойти в другое место. Возможно, да, где-то они считают, что у нас такая, как сказать, человеческая особенность, что мы думаем, что где-то лучше, чем не здесь, и, как бы, понятно, все пытаются найти себе что-то получше. Да, но я так выражусь, на рынке труда и у нас, и у конкурентов у нас, в принципе, условия труда, они плюс-минус одинаковые, где-то у нас лучше, где-то там лучше, ну, то есть плюс и минус везде есть. А вот сейчас штат большой? Сейчас штат у нас почти укомплектован, а у нас сейчас получается... Минутку. Минутку, так, да. Восемь человек. А, восемь человек. Ну, то есть набор пекарей, набор пекарей, да, набор людей, которые готовят пироги, я скажу, чтобы не ошибиться, он укомплектован, здесь, как бы, проблем нет. Скажу так, мы сейчас открыли опять вакансию пекаря, к сожалению, один пекарь приболел у нас, и мы сейчас, скажем так, рассматриваем кандидатуру на эту должность. То есть если кому-то интересно, можете обращаться, будем вас рассматривать. А ваша жена-то все-таки при такой любви к кулинарии, к пирогам, она сама прикладывает руку к приготовлению этих пирогов ваших? Или все-таки ей не до этого, потому что теперь свалились другие обязанности? Это управление всем этим большим коллективом, дружным? Она, скажем так, в другом немножко, у нас две недели до родов осталось, а у нас третий ребенок. Ясно. Да, то есть есть повод что-нибудь, чему-нибудь еще научиться. Да, поэтому она сейчас к пекарне практически, скажем так, не относится уже с полгода, наверное. То есть до этого, да, она приходилась, к сожалению, по тем или иным причинам, ей выходить также работать и за пекарей, ну, то есть ей приходилось поддерживать пекарню на своих плечах, скажем так. А теперь все на ваше. Можно и так вывести, я не лезу, к кухне, к счастью, наверное. Вот, поэтому... Исключительно управленческие решения. Да, да. Денис, возможно, вот у нас есть также группа ВКонтакте, Радио Мяпсков, где под постом под анонсом нашего эфира вы можете задавать вопросы, и вот один из наших радиослушателей интересуется. Я вам сразу хочу предупредить, что, возможно, вот у вас на Инфабрисус 4, что где-то напротив откроется еще пекарня, потому что вопросы бьют в лоб. Да. Итак, Денис, подскажите, пожалуйста, спрашивает нас радиослушатель, какова себестоимость сейчас вашего хлеба? И каков срок окупаемости такого бизнеса? Очень интересные вопросы. Вы сами подсчитывали это? Или до того, как мы не спросили, даже не задумывались? Нет, на самом деле мы все это просчитывали как на стадии открытия, то есть, ну, понятное дело, открываться и открываться в пустоту – это тоже глупо, ну, то есть надо понимать, что ты откроешься, и когда тебе обратно деньги пойдут, себестоимость хлеба, к сожалению или к счастью, я вам не подскажу, потому что это коммерческая тайна, я так выражусь. Но могу сказать, у нас хлеб, он, ну, поскольку мы делаем его сами собственноручно и так далее, он у нас в цене конкурирует намного с хлебом, который продается в магазине, и плюс он, ну, с большой вероятностью, он вкуснее. Что касаемо окупаемости… Открылись вы не так давно? Открылись, да, мы, как я и сказал, 30 июля 2020 года, по окупаемости, если брать, ну, скажем так, выйти в ноль, то это где-то год проходит. А, то есть, в принципе, в ноль практически выйти удалось, да? Да. Ну, такая сейчас злободневная тема, как коронавирус, вы же как раз накануне всей этой истории… Да. Мы как раз открылись во всю эту историю, это было очень тяжело, мы, плюс, еще открывались на Фабрициусе, если все помнят, у нас в 20-м году все было перерыто. Да, перерыто, да. И у нас вообще было весело там. То есть, мы окопались по полной программе, чтобы никто к вам и не приходил. На самом деле, я так скажу, в те времена, когда была перекрыта дорога, у нас даже было больше клиентов, потому что люди ходили пешком до дома, мимо нас почаще. А вот сейчас, кстати, когда закроется вторая часть Яна Фабрициуса, это на вас как-то отразится? Думаю, что нет, потому что все потоки, они идут, все равно будут доходить до нас, и получается, у нас, скажем так, затронут территория, не та, которая будет закрываться. То есть, она у нас затронута ближе к площади Победы, к летнему саду, то есть, вот здесь, где налоговая, то есть, вот в этом районе. И, собственно, клиенты у нас здесь постоянные свои есть. А, так, а там же ряда налоговая, я правильно понимаю? Ряда налоговая, да. Ну, все, все понятно, значит, да. Они там через дорогу во дворах. Кстати, при оформлении пекарни юридические сложности испытали какие-то? Может быть, пробовали получить какую-нибудь государственную субсидию? Нет, мы не пробовали, даже не думали об этом, поэтому мы своими силами все открывали. Насчет сложностей их особых не было, то есть, мы и пооткрыли, счет открыли, все открыли, и дальше там по накатам я все пошел. Все открыли, дверь открыли и напекли. А хочется вам все-таки вот ассортимент ваш расширять? Изучаете эту всю пироговую тему дальше? У нас, поскольку мы по франшизе, как я выразился, работаем, у нас каждый сезон, я так выражусь, то есть, каждый квартал у нас какие-то есть новинки, они приходят от франшизы, что-то мы сами придумаем, то есть, в данный момент также у нас есть новинки, которые представлены, как я выразился, к сожалению, у нас сейчас пекаря не хватает одного, поэтому мы печем сугубо постоянный ассортимент, то есть, к которому люди привыкли, который люди берут и постоянно покупаются. Ну, а псковский ассортимент, пытаетесь изучать то, что было вот исконно наше псковское, чтобы, ведь сейчас люди, приезжая куда-то, ну, вот в определенные города... Туристы. Туристы, да, они же любят везти с собой или даже просто пробовать на месте какие-то гастрономические штучки местные. Да, местные. А не те, что могут попробовать в другом городе. Хороший вопрос, на самом деле, спасибо вам, да, спасибо за рекомендации, мы подумаем над этим вопросом, я задам часть пекарям и управляющим, чтобы они этот момент поизучали. Вот, например, вы знаете, например, такие названия, как губник или барканник? Нет, такие, к сожалению, не слышала, но... До этого мы дойдем, Ирина, вперед паровоза, пробежать мы всегда успеем. Друзья, я предлагаю прямо сейчас нам немножечко разбавить наш вкусный диалог музыкой и перейти к нашей рубрике. Сейчас споем. Да, сейчас споем, но, к счастью, не мы втроем будем петь, а хотелось бы анонсировать один замечательный концерт, концерт нашего бывшего коллеги. Да, замечательного звукорежиссера. Да, который сейчас выступает под псевдонимом Вадим Флаверс, если вы не слышали. Его можно назвать, смело назвать, хранителем гранжа на земле псковской, что бы это ни значило. Вот опять к псковской теме. Да, вот псковский гранж, что это такое. А, кстати, давайте, вот, коли уж мы заговорили про псковский гранж, и хотелось бы пролить свет вообще на то, что такое гранж, пускай нам радиослушатели расскажут, как они понимают слово гранж, и тот, кто максимально верно к правде, да, ответит тому, мы два билетика, соответственно, на концерт Вадима Флаверса и подарим. Хочется сказать о том, что Вадим – это основатель группы MBBM или MVVM, в общем, мир во всем мире, группа The Nameless, музыкант, поэт, звукорежиссер, тру-рокер, еще олд, а теперь и сольный артист. Ой, в общем, не человек, а музыкальная кладезь, да. Специальные гости данного концерта будут поэт Диана Константинова и коллажист Дима Свиндл, да. Это тоже наш коллега. Тоже наш коллега и поет вместе. Так вот, друзья, что же такое гранж? Гранж спросим и вас, 62-80-30, позвоните, мы два билетика на концерт Вадима Флаверса, который, кстати, состоится уже 22 января в 18.00. Завтра, завтра, фактически сутки остались. Ровно через 24 часа и 28 минут Вадим Флаверс начнет петь в лофте. Поэтому есть время выиграть билеты и подготовиться к концерту. В общем, что такое гранж, спрашим и вас, 62-80-30. Ну, а пока послушаем замечательную кавер-версию того самого Вадима Флаверса на песню группы Би-2 «Полковнику никто не пишет». Давайте. Большая гора Большая гора Большая гора Большая гора Не ждем на менее дня Пустые города, в которых никогда И раньше не бывало И рвутся поезда На тонкие слова Он не сошел с ума Ты ничего не знала Полковник он никто Напишет Полковника никто Не ждет Полковник он никто Не пишет Полковник он никто Не ждет Да, спасибо большое Спасибо Вадиму Вадиму Флаврусу Вот понимаете, друзья, коллеги, песня «Полковнику никто восполнить бедова» и так не сильно радужная, но вот Вадим смог придать ей еще какого-то отдельного романтизма И грусти, но не время грустить У нас пироги Пироги, ну не подгорают, конечно же Но пекутся Напомню, что сегодня мы разговариваем с владельцем настоящей пекарни города Псков Демисом Гавриловым И сейчас мы продолжим диалог Но перед этим хочу вам напомнить, друзья, что вы можете выиграть два билета на концерт Вадима Флавруса Одна из песен, которых сейчас прозвучала Для этого нам, вам, точнее, необходимо позвонить на наш номер 628030 Либо же написать, может быть, на наш ватсапе 790993010105 И рассказать нам, что же такое гранж Мы дадим подсказку, что это такое музыкальное направление А вот какое именно, вы либо должны знать Либо исполните нам что-нибудь Да, либо исполните, да Либо же у вас должен быть оплачен мобильный интернет Что тоже немаловажно Итак, что такое гранж 628030 Но пока продолжим мы говорить про пекарни Денис, вопрос такой, который волнует всех приходящих в пекарню Скажите, а, пирожки свежие Вот, это всегда, когда вот заходишь, спрашивают вопрос И хотелось бы узнать, что делаете с продукцией, которая, ну, скажем так Невозможно, да, всё реализовать Да, всё реализовать И пироги, пирожки, хлеб Ну, это не шпроты, которые ты купил, положил в холодильник И они у тебя три месяца лежат Всё-таки товар отчасти скоропорчущийся По первому вопросу, соответственно У нас пирожки каждое утро у нас свежие Как я ранее вырезался У нас ночью приходят пекаря И они начинают выпекать Тесто, собственно, в ночную смену Они начинают всё дело выпекать И к утру у нас всегда свежая продукция К открытию Что касаемо... Нелёгкая работа Нелёгкая Что касаемо остатков, которые остаются У нас есть каждый вечер скидка Это с 7 вечера до закрытия До 8 вечера Ну да, до 8 вечера У нас идёт скидка 30% На продукцию, которая осталась И также она действует на следующее утро То есть до часа дня у нас спокойно можно купить Скидка на вчерашние пирожки На вчерашние пирожки, да Что касаемо остатков, которые не проданы Мы сотрудничаем с несколькими благодарительными организациями То есть мы пирожки отдаём Это фонд называется Русь И пища для жизни, которая... Да-да-да, это достаточно известная организация Кормит, собственно... Бездомных, да Бездомных людей, да И также в частном порядке мы отдаём многодетным семьям пирожки Ну и свежие тоже, соответственно, да И выступаем, скажем так, перед Новым годом Выступали в поддержку врачей Которые борются с ковидом-19 То есть тоже выступали в линии... Сейчас, секундочку Подзабыл название, если честно Была тоже акция Спасибо медикам Спасибо медикам, что там в этом другое было Да-да-да А такая благотворительная инициатива Это тоже в рамках франшизы Или это всё-таки идёт у вас, от вас? Нет, это всё от нас идёт Это мы сами, собственно, с супругой, с пекарней общаемся Что нам можем предложить Больше, наверное, от меня и от супруги идёт эта информация вся Ну и, собственно, мы это от своего сердца, так сказать А вы и раньше занимались благотворительностью до открытия пекарни? Или вот как раз всё сошлось, да? Это всё сошлось, всё вместе стало происходить Ну, прекрасно такая ещё социальную нагрузку несёт настоящая пекарня Это действительно замечательно Ну, продолжайте это делать И вот здесь, Денис, на чаше весов смута у нас Потому что, с одной стороны, хочется сказать, чтобы вы продолжали это делать, да? И как можно больше Но, с другой стороны, хочется вам пожелать, чтобы этой продукции оставалось у вас меньше И всё продавалось Вот, да, в общем, желаем, чтобы был баланс Баланс и золотую середину Чтобы поймать ту золотую середину Как вы приблизительно рассчитываете, сколько пекарю пирожков нужно приготовить к утру, да? То есть, это всегда одинаковое количество Либо же мы говорим Ох, воскресенье, а воскресенье-то пироговый день Надо побольше что-то Скорее всего, даже наоборот, я выражусь У нас пирожковые дни – это с понедельника по пятницу То есть, основные рабочие дни Суббота-воскресенье у нас выпекаемость чуть меньше идёт Потому что, скажем так, наплыв туристов сейчас уже подсбавился И наплыв, соответственно, населения, скажем так, он в субботу-воскресенье тоже поменьше Ну, а псковичи могут в субботу-воскресенье и сами дома чего-нибудь Возможно, даже и так, да? То есть, основные пирожковые дни – это с понедельника по пятницу Конечно, ну вот ты сейчас пойдёшь с работы, голодный Сразу, наверное, по тридцать четыре выбегу Конечно, обязательно Нет, ну можно в Декстер заглянуть В Декстер, да А там на Рижский Двадцать шесть Двадцать шесть Денис, а подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то пироги-лидеры Пироги-хедлайнеры и фронтмены, которые разбирают чаще всего Вот какие самые популярные Запрашивают так же, как и в Гугле, да, чаще всего Скажем так, пирожки у нас самые популярные Ну, он везде, наверное, хедлайнеры – это сосиска в тесте У нас есть сосиска под шубой – это своя определенная рецептура То есть так, подать сосиска под шубой Мясо в тренде И сосиска Это как селёдка? Сыри Нет, это не как селёдка, там под шубой Это такое название, оно специфическое Это майонез, лучок, зелень, ну и, собственно, сосиска в тесте Такая специфичная модель нашего производства Ну, если из сытного дальше продолжать Это пиццы мы делаем домашние Опять-таки маленькие, ну, куда стоп на цене То есть это не пицца, которая 80 сантиметров Нет, это маленькие карманы Карманы, карманы Ну, и сладкого, если смотреть, это штрудель с вишней Красным шоколадом, то есть, ну, из основной тематики И также свой рецепт – это сметаники Сметаники с вишней Тоже очень популярная, которая разлетается всегда Сметаники я даже со школьных времен помню Они всегда пользовались популярностью Очень вкусно, да Сметаники классика неубиваемая, да, скажем так Ну, то есть сосиски в тесте, в принципе, у нас по-прежнему в лидерах, да? В лидерах, да, да, совершенно верно Находится А вообще следите ли за ассортиментом, может быть, конкурентов За какими-то трендами, которые сейчас проходят вот во вашей сфере, да? Что готовится? Может, кто-то уже там готовит на другом тесте По-другому делает еще что-то? Вот здесь как-то уделяйте им это внимание, чтобы одним глазком посматривать А что у них? Сейчас же все, может быть, там что-то на Западе интересное Какие-то пироги придумали делать Ну, периодично мы, конечно же, это отслеживаем, да? Ничего скрывать, все конкуренты друг у друга ходят и смотрят, да? Что происходит в мире Что касаемо конкретно нашей тематики у нас Поскольку мы по франшизе, опять-таки, работаем У нас своя есть линейка теста У нас его четыре вида Не буду называть определенное название У нас там арбатское, пирожковое, слоеное и так далее Главное, что не назвали Да, почти не назвал, да? Но одно в секрете оставим Да, и, собственно, другое тесто мы, по факту, сейчас даже не рассматриваем Потому что и так этого за глаза хватает Пекаря на Грузе в полном находится Что касаемо мировых трендов У нас это приходит от франшизы То есть они подсказывают, что сейчас в тренде, что можно придумать нового и так далее Что из этого можно придумать Допустим, перед новым годом у нас, к сожалению, не пошло Мы не стали делать это Тыквенные были и пироги, и пирожки с тыквой Хотя тыквы, кажется, что сейчас Ну, так он тоже немножко в тренде, да, было Ну, мы решили этот тренд немножко упустить Мы его пропустили мимо Но на самом деле, я считаю, что можно было на этом тоже какой-то момент захватить интересный Сейчас будем ждать весенних новинок Что у нас весной будет интересного Так-так-так, это, например, зеленый лук Зеленый лук-яйцо Это вообще наша фирменная псковская начинка, между прочим Это у нас есть и так, как бы, это основной пирожок, да, который есть Ну, тогда, допустим, по-моему, черемша называется Такая трава, она... Пирожок с черемшой? Да, на чеснок похожая Для меня черемша звучит так же, как гранж Вот где-то, где-то рядом Я даже не представляю, как это выглядит Не знаю, что это Вот, стоит попробовать Стоят пирожки с черемшой? Да Денис, а вот у вас лично есть какой-то фаворит среди пирожков? Вот вы всегда забегаете в свою пекарню и говорите Девчонки, заверните мне вот этот вот Я, честно признаюсь, я каждый день ем чикенбургер То есть у меня стандартный завтрак Я приезжаю, мне капучино и чикенбургер У нас, опять-таки, свой рецепт идет И чикена, и чизбургеры То есть это не определенный, как там в Макдаке чикен Нет, у нас дорогая совсем А у вас... И это тоже есть? И это тоже есть, да И это тоже в лидерах продаж Мясо у вас там 100% Мясо у нас чикен, если смотреть, это курица Это филе куриное идет А чизбургеры это на мясе, да, делается Слушайте, ну действительно богатый ассортимент Там можно не только пирожками полакомиться Но еще и вот такие позиции есть И вот Денис сказал, что... А если про сладкие пироги говорить? Про сладкие, если пирожки смотреть Ну у нас слоенка в большей степени, да Это штурделя с разнообразной начинкой И круассаны тоже с разнообразной начинкой Есть, ну традиционно, это сочница творога То есть он тоже в лидерах продаж Из основной темы, да Ну и, как я говорил, сметанники То есть они прям все у нас полонят Полонят сметанники Настоящую пекарню Вот под таким заголовком выйдет наш эфир Хотелось бы вот что еще спросить Кстати, подождите, нам пришло сообщение Программ Так, и программ в том числе Итак, поехали Блиц Какой самый вкусный пирожок ваш гость ел в своей жизни? И кто его испек? Денис Гость, это я, понял Гость, да Вряд ли это я, Ирина, или наш звукорежиссер Именно Ксюша Да, все, вспомни, как зовут Так вот, да, Денис Слушайте, ну Честно, я так на вскидку не вспомню Но, как я говорю, у меня фаворит Это чикенбургер Который я ем у себя в пекарне постоянно Ага Что полезнее, пирожок или Биг Мак? И можете ли вы побороться за лидерство с бургерами? В данную минуту, скорее всего, мы с ними побороться не сможем Потому что, если конкретно Биг Мак брать Это большая сеть Макдональдс У которой большие средства на рекламу идут Мы, к сожалению, такие денежные средства не можем выделить на рекламу Что касаемо бургеров, мы с ними боремся Как я сказал, у нас своя продукция Это чикенбургер и чизбургер Которые вкуснее, полезнее И нет консервантов, я так выражусь И канцерогенов Нет никаких добавок Глютенов Что там еще? Е-не-е Да-да-да И вопрос финальный в нашем таком внезапном блице Который сейчас заинтересует многих И, Ирина, мы тоже бы хотели его спросить Как скидывать вес после ваших пирожков? Да-да, это точно Честно Вот здесь То есть купил на Яна Фабрициуса и пешком домой на Рокосы Пешком до Декса И в Декстере немножечко еще подкрепился На самом деле, могу сказать, у нас, как я говорю, пекарня уже полтора года действует Я весь вот как был, так и остался Ничего не потерял, ничего не добавил Так-так-так, это значит точно какая-то полезная рецептура Полезная еда, полезный рецепт Мы ничего туда не добавляем Не полезного, я так выражусь Ну, чтобы там тесто увеличилось 10 раз в объеме Нет, у нас такого ничего нету То есть мы тесто готовим на заквасках и так далее То есть оно все настоящее идет Так, пора нам подвести итоги по поводу гранжа Да, спрашивали мы у вас, что это такое И человек аж два раза нам прислал смс, что такое гранж Первая смс-ка гласит Гранж это пастиль в альтернативном роке Точка А вторая смс-ка нам гласит Гранж это пастиль в альтернативном роке восклицательный знак Вот, я считаю, что... Без восклицательного знака это не гранж Это не гранж Гранж это действительно с восклицательным знаком Ну, что же Поздравляем Я считаю, что это максимально близко к правильному ответу Потому что Википедия говорит ровно так же Что это пастиль в альтернативном роке В общем, вам достается Вам достается два билета на концерт Владимира Флаварса На завтра на 18.00 После эфира мы с вами свяжемся и расскажем, как их можно будет забрать Ну, а сейчас продолжим Остается у нас буквально несколько минут Денис, хотелось бы немножко поговорить про пироги Вы так много всего рассказали, да? Да Так вкусно Так вкусно И теперь хотелось бы, соответственно, небольшой близ еще один с вами провести Мы будем задавать вам какой-то вопрос Так или иначе, касающийся той сферы, с которой вы связаны И давать три варианта ответа Ну, а вы попробуйте угадать Итак, начнем с самого простого Определите начинку пирогов по названию Так вот, голаношник Пирожок голаношник или пирог голаношник И вот с чем же он? Клюква, брюква или брусника? Вот голаношник, как вам кажется? На галошу очень похоже На галошу, да Не голодышник, а голаношник Давайте попробуем клюкву Клюква Так, ну тогда бы он был, наверное, клюквенник Возможно Возможно Но не факт А брюквенник и брусничник Денис, подскажу вам, подскажу вам, что голанка, слово, от диалектного названия брюквы Так что голаношник – это все-таки пирожок с брюквой То есть это овощной Овощной Давайте признаемся честно, что никто из нас голаношника не едал Не ел Нет, нет, нет Все Да, друзья, сейчас мы приверемся на рекламу А после это обязательно продолжим С картошкой тоже вкусные пироги Мы просто пока у нас была небольшая пауза Обсуждали, что голаношник – это пирог с брюквой Который мы, к сожалению, не ели Да Но зато ели все с картошкой Так вот, от голаношника переходим к чему? К губнику Губнику Вот, Денис, губник Не Андрей губник, а пирог губник Все-таки это что внутри там? Водоросли, грибы или капуста? Очень интересный вопрос Да, мы вот сами Давайте ради интереса грибы выберем Слушайте, ну, почему ради интереса? Их выбрали не только вы, но еще задолго до вас, назвав губник или рыжечник пирожок с грибами Действительно правильный ответ Да, 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 и, между прочим, это наш, в нашей псковской тематике, да, это наш псковский пирог Пирог надо изучить Да, да, да А вот я его ела, в отличие от вас Именно губник Именно губник Настоящий Но если только настоящий Я, правда, пока еще не знаю, как отличить настоящий губник от ненастоящего Теперь все пирожки с грибами буду приходить и немножко выпендриваться А у вас есть губник? Нет А голаношник? Нет Ну, все Так, и на эту тематику финальный вопрос Все-таки барканник Подскажем, что тоже это вот распространено было в Пскове, в Тверской и Микротских областях Но псковский такой диалект Барканник Творог, изюм или морковь? Давайте возьмем творог Давайте возьмем, ну, творожник был бы Творожник Ну, не факт Не факт, согласен На самом деле баркан, вот, на псковском диалекте это морковь Да Да, поэтому барканник это Это вкусно Это вкусно, да? Это точно вкусно Барканник я точно верю Я могу даже подсказать, у нас есть пирожок, морковка и мак Морковка и мак? Очень вкусно О, вот Потому что при приготовлении морковки Полезно и вкусно Да, морковь дает такой приятный, сладковатый вкус Сладкий, да, сладкий пирожок А если туда еще вот действительно добавить какие-то еще ингредиенты, это вообще будет улет Ну, да, с барканником все вкуснее, особенно если ты с маком Друзья, двигаемся далее Первый гигантский пирог величиной в 25 метров испекли в 1989 году, потратив на блюдо более полутора тонн сахара Но в книгу рекордов Гиннесса он не попал В том же году был приготовлен и уже зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса Крупнейший виноградный пирог Вот, Низ, как вы думаете? Я понимаю, что сейчас будет пальцем в небо Такая же была площадь, да, этого пирога Вот Мы дадим вам три варианта ответа Это хорошо Это хорошо, да? Да, да 30 квадратных метров 70 квадратных метров Либо же 110 квадратных метров Давайте по середине 70 возьмем 70 квадратных метров, да? То есть примерно как двухкомнатная квартира Да Пирог Как бы вам так сказать, что если же попадать в книгу рекордов Гиннесса, то попадать на максималках Да, более 110 квадратных метров Вот Я вот, честно говоря, не представляю Очень много Это очень много И как его потом съесть Ну, сколько же должно быть, какая кружка чая должна быть Да, уже словно представить Это сколько надо гостей собрать, чтобы Ну, да Много, много, чтобы он еще и не испортился Еще и с виноградом Финальный вопрос Немножечко по философствам Вы же не против, Денис, да? Конечно Известный американский астрофизик и астроном Карл Саган Ну, известный, видимо, кому-то, но пока не нам Так вот, Карл Саган однажды сказал Если вы хотите приготовить яблочный пирог с нуля, вы должны Вот что вы должны, по мнению Карла Сагана Посадить яблоневый сад, дождаться полнолуния Либо же сначала создать целый мир Как интересно Астрофизик, да Саган, астрофизик Давайте, наверное, третий, а целый мир Создать целый мир, действительно По-другому никак По-другому никак Ведь яблочные пироги, действительно, это целый мир Он так и сказал Хотите приготовить яблочный пирог с нуля Повезло же нашей Ольге, которая выиграла уже Ей не нужно мир создавать Она просто вовремя Включила радиоприемник и дозвонилась нам Вообще прекрасно Вот такая вот интересная философия у Карла Сагана Ну, а мы будем продолжать Денис, вот если заглядывать немножечко в будущее Да, какие, может быть, планы Какие планки перед собой ставите И какие барьеры хотите преодолеть Ну, планы – это расширение сети То есть мы не зациклимся на двух точках Которые у нас сейчас есть Мы рассматриваем вариации Двинуться и дальше в город То есть также ищем точки, где нам можно это сделать И где нам это будет выгодно Плюс, ну, у меня такая специфика работы Я тоже рабочий человек Я езжу по всей области Я там тоже присматриваю, где бы можно открыться А, то есть не только в Пскове сможем посетить настоящую грани Я надеюсь, да, что в будущем мы сможем где-то еще открыть Какой город вам больше нравится? Ну, если брать конкретно большие города То, скорее всего, в нашем области это Великие Луки Рассмотреть вариант там Как, опять-таки, основной точке Ну, и, скажем так, города поменьше Мы тоже рассматриваем это И остров, и Пыталов, и Дедович, и Бижанец Я езжу по всей области, и все города смотрю И Гдов, и Струги, Красный А в Бижанецах, между прочим Там на хлебозаводе вкусные Тоже всякие штучки пекут, так что А вот на настоящей пекарне будут Там, может быть, и баркайники, и галанышники Галанышники, да Это мы посмотрим Но ведь, Денис, согласитесь Мало испечь вкусный пирог с хорошей начинкой Нужно ведь его еще продать Хотелось бы в конце эфира быстренько поговорить про маркетинг Насчет продвижения товара Вот здесь вот, чтобы о вас узнали Как громко заявить? И как заявляли вы? Мы заявляли, скажем так, не сильно громко К сожалению У вас времена были такие Я напомню Времена тяжелые были, да Но вы ни о чем не заявляли Ну, на самом деле, мы размещаем рекламу Это и на радио сейчас размещаем Есть в интернете Группа ВКонтакте Есть в Инстаграме Страничка Есть Также размещаем плакаты по городу в определенных местах Где нам это интересно В дальнейшем Ну, на телевизии при открытии мы размещались Сейчас рассматриваем вариант Опять-таки вернуться к телевизиону Еще разок разместиться Ну, в общем Все, что можно, мы охватываем Ну, основное, наверное, сейчас Как и везде, это социальные сети Социальные сети, да Ну, на самом деле, с Рафан Радио очень хорошо работает Самое лучшее попробовал? Расскажи другу Как на вас подписаться в Инстаграме, в ВКонтакте И чтобы добавить к вам в друзья? Это можно сделать очень легко Это в любом поисковике Можно набрать настоящий пекарль на Псков И, собственно, мы будем выскакивать в поиски, скажем так В поиски и туда Там все интересующие Там все, да Какой-то камбэк от покупателей Собираете, анализируете? Да, собираем постоянно, конечно Прошу продавцов, чтобы они собирали информацию По обратной связи Чего не хватает, чего бы хотели еще увидеть И, ну, допустим, если что-то в пирожке не нравится Ну, такое редко очень Но мы все люди И всем нам что-то может нравиться, что-то не нравится Поэтому тут такую информацию Пирожки, да, реагируете на это А какие покупатели чаще заходят? Молодежь? Поначалу у нас был ориентир на, скажем так, возрастное население То есть это старше 30 лет И на бабушек-дедушек То есть, ну, предпенсионный, пенсионный возраст Сейчас мы ушли в масс-сегмент Это где-то от 20 до 40 Но в целом, вот, к нам все заходят В общем, любят пироги в настоящей пекарне Все Все, да, друзья Наш эфир подходит к концу Мы отправляемся на Яна Фабрициуса 4 И на Рижский проспект 26 Кому куда ближе Денис Гаврилов, владелец пекарни Настоящей пекарни Город Псков Сегодня был у нас Денис, спасибо большое И до свидания Спасибо До свидания Пока-пока До свидания До свидания